Музыка Любимые, давайте немножко пройдемся. Я надеюсь, у вас у всех новогоднее настроение. И трудно сказать, все ли приготовили салаты, потому что, если честно, я люблю собственноручные салаты или салаты, которые приготовили мои близкие, моя мама. Но, поскольку это такая запара, давайте я покажу вам, какие у меня прекрасные камины. Обратите на них внимание. Это вот такие камины, которые изготавливаются вручную. Оператор, пожалуйста, поближе покажите. И этот газ, он совершенно, знаете, без запаха. Абсолютно. Нет ничего такого неприятного, чтобы как-то омрачало наш с вами новогодний вечер, моя любимая. Так, хорошо, что же вам еще показать? Давайте так. Я расскажу вам маленький секрет, как сделать самую красивую елку на свете. Пойдемте за мной. Все просто. Вы покупаете ель размером в 5 метров. Вот ровно такую, которую позволяет ваш потолок. Далее, чем выше, тем лучше, конечно же. Далее, вы ищите те игрушки, которые по размеру были бы чуть ли не в одну четверть от елки. И желательно, чтобы каждая игрушка была по-своему уникальная, крупная и бросающаяся в глаза. И чем больше это будет соблюдать такой единый стиль и единый ансамбль, тем более стильной будет смотреться елка. В данном случае у нас получилась вот такая барбер, бербери, бербери елка. Здесь и олени северные, и Дедушки Морозы. И кто у нас еще? Красивые бриллиантовые медвежата. Видите, да? И вот такая вот красота у нас с вами получилась. Очень-очень крупные игрушки. Дают довольно эффектный такой в целом образ. И сеточка такая, которую просто можно заказать где-то в интернете. Видите, да, вот такая. Дальше хочу вам показать свои две любимые игрушки. Это Белла и Эдвард. Вот это Белла, а это Эдвард. Помните этот фильм «Сага новолуния» про двух вампиров. Мне очень понравились эти игрушки, также ручной работы. И в принципе, если купить такого плана игрушки, их ровно так же можно поместить именно на ёлку, закрепить их какой-нибудь проволочкой такой. И тогда получится очень даже органично. Вот, к примеру, если бы я на эту ёлку поставила этих игрушек побольше и сделала её в таком красном стиле. Если вы помните, два года назад как раз у меня была на Новый год красная ёлка. Вот, мои любимые. Что ещё я хотела вам сказать? Ну и, конечно же, не обходится ни один праздник, ни один Новый год без чего. Не обязательно мандарины, не обязательно апельсины. Без свечей. Пойдёмте, я покажу вам свои любимые свечи. А свечи тают за людей, то тают быстро, то сильней. Та-ри-да-дам, тара-да-дам. Пойдёмте. Вот, значит, у нас с вами стоят три свечи на полу. Видите, да, как они млеют и тают, плачут свечи. Три свечки у нас крупные, блестящие, стоят на столе и постепенно тают. Оператор, идёмте за мной. Осторожно, здесь у нас с вами длинная нить. И, обратите внимание, куца стоят яйца диду, которые уже подсохли. Ну, я не знаю. Подойдите сюда. Так, что вы хотите показать, оператор? Обратите внимание, да. Вот это здесь у меня камера наблюдения. И я могу смотреть, кто что в данную секунду у меня проделывает. Видите? Комар не пролетит без моего контроля. Я всё контролирую. Я, конечно, не контрол-фрик. Извините, там грязная посуда. Не будем на ней фокусировать своё внимание. Пройдёмте далее. А, давайте я познакомлю вас со своими рыбами, моя любимая. Пройдёмте. Давайте посмотрим наш аквариум. Вот этот коврик для йоги стоит у меня из соображений того, что Жура, когда я его выпускаю, поиграйте на мой хорёчек, любит пробегать вот туда, вглубь, и прятаться. Соответственно, мне его не выкурить оттуда. Поэтому я ставлю вот такой коврик. А это у нас с вами биотелевизор. Старинная рыбосом. Фёдор Иванович – педофил. Он активизируется по ночам. Это лютка с разбитым носом. Я не знаю, почему этот нос разбит. Может быть, она его бьёт об какие-то камни. Может быть, ещё что-то. Это сосули-грязнули. Без них никуда они подчищают аквариум. Они настолько вот, видите, разъелись. Пухлые такие. Это Соломон. Он очень мудрый, крупный мальчик. И два мужика. Такие не очень опрятные лапти. Есть в них что-то такое. Ну, что ли чешуйчато, не очень приятное. То ли какого-то пигмента не хватает. Что-то есть нечто выцелевшее такое. Ну, а там у моей дочери, видите, две детские комнаты. Справа комната она спит, а комната слева. Здесь её барабаны, гитара, её картины, хорьки. Ну, и мы не будем, может быть, я не знаю, будем показывать. Ну, в принципе, можем показать. Да, поставят, конечно, ограничения. Жёлтую кнопочку, потому что искусство у нас показывать, к сожалению, нельзя в Ютьюбе. Это она нарисовала вот такую красоту. Вот справа Фройд, художник очень известный. Эта картина висит у Абрамовича. В оригинале это внук Фройда нарисовал вот такой шедевр. Она напоминает мне мою Людмилу Матвеевну. Маму, это я, кстати говоря, маму дяди Саши, моего отчима. Жив не знаю или нет. Но это, конечно же, моё чудо приобретения, которое я купила у своего Даниэля Лизама. Я купила две картины, где мать соревнуется с дочерью. Вот это зависть, это ревность, да. В общем, такой психоаналитический, как видите, сюжет. Мои любимые, пройдёмте за мной. Пройдёмте, мои дорогие. Ну, что я вам хочу сказать. Это такое новогоднее видео, в котором я без шампанского. Почему? Потому что я немножечко простыла. Это раз. И вчера у меня была дегустационная такая коллекция вин. А что со мной? Почему я настолько, настолько помпезно созерцаю здесь всё вокруг? Ну, простите мне мою блажь. Соответственно, сегодня я пью только чай ромашковый. Только чай, мои дорогие. И более ничего. Что я хочу вам пожелать в этом 2024 году? Вот ровно такого же безумия, которое посетило вот в этот час меня. Что на самом деле происходит? Я в некотором смысле как будто бы, знаете, зашла в такую медитацию и в растождествление с какими-то тревогами. То есть я отпускаю это всё куда-то в космос, и пусть оно летит. А я вот такой вот сторонний наблюдатель. Потому что в связи с последними событиями, которые происходят, которые запущены как некий необратимый такой процесс, биохимика, физика, вот мне это очень напоминает, ну, какой-то харчок, в котором есть всё. И вот нам кажется, что мы что-то решаем, и надо расслабиться. Сказать себе, вот пусть будет так, как лучше для меня. И со всей такой вот роскошной фатальностью, как птица, полететь в небо. Здесь и сейчас, здесь и теперь, только сегодня я даю себе своё наслаждение. Мои любимые, давайте вместе будем загадывать желание, что мы хотим получить в этом 2024 году. Вот так его поддерживаем внутри себя, визуализируем, можно даже где-то это записать, и спокойненько с этим всем жить мы будем дальше. Я очень надеюсь, что в 2024 году я буду ещё более продуктивной и буду вас баловать своим очень полезным контентом. С наступающим, мои любимые, 2024 годом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok